Здравствуйте! На библейский портал Экзегет пришел вопрос. Как мне поститься, если я вынужден питаться в невоцерковленном коллективе-бригаде, и мне не хотелось бы привлекать к себе внимание и не вызывать насмешек? Я и сам пока только на пути воцерковления, не чувствую пока горения. В душе пока только чувство одиночества и пустота. Чувство одиночества и пустоты не очень связано с постом. Это скорее вопрос обретения смысла жизни. Наверное, я бы посоветовал больше читать Евангелие, потому что мы Христа встречаем именно в Евангелии. И больше молиться. Вот вы когда готовите, я так понимаю, или вы что-то делаете, вы вполне можете обращаться к Господу во время ручного труда, когда ваша голова не задействована, вы ни с кем не разговариваете. Потому что когда человек в молитве обращается к Отцу Небесному, тот выходит на эту встречу, он рад каждому своему возвращающемуся сыну, и в сердце появляется как раз и теплота, и радость присутствия Господа. Потом я бы посоветовал приготовиться все-таки к исповеди, к причастию. Потому что именно это и есть настоящее возвращение в Церковь, как принятие тела и крови Христовых в себя. То, что касается поста, мы должны помнить, имеется в виду пост в пище, о том, что пост — это только инструмент, он не является самоцелью. Если у вас нету возможности поститься, ну, сделайте себе послабление, постите в чем-то другом. Например, никого не осуждайте, воздержитесь от ругания, не вкушайте сладкого, ведь никто вас не осудит за то, что вы не съели конфету. Если, допустим, у вас лежит картошка и котлета на тарелке, вы можете котлету не съесть вполне, а съесть только одну картошку. Но на самом деле и насмешек-то бояться не надо, ведь, вы знаете, в коллективе кто-то может посмеяться над верующим человеком, что он соблюдает пост, но на самом деле у большинства это вызывает уважение. Вообще любые убеждения, за которые человек готов нести какой-то труд и, может быть, даже общественное порицание или осуждение, а человек все равно остается при этих убеждениях верным, это всегда вызывает уважение. Я помню рассказ одного моего соученика, семинариста, который так получилось, что он не хотел этим хвастаться, но рассказывал, что, оказывается, даже служа в армии, он постился. Не только там мясное не ел, но великим постом даже не ел сливочное масло, которое там такая круглая порцайка, какая-то называется в армии, порция выдавливается на кусок хлеба. Вот это очень скоро заметили. Все его сослуживцы, друзья, и сначала думали, что с ним что-то происходит, он болеет, а потом поняли, что это пост. Вот, и говорит, я смотрю, что-то стали мне, когда рыбу в остальных, мне больше рыбы стали класть. Хотели меня утешить, вот так поддержать, хотя ничего не говорили. Поэтому, если у вас хватит крепости выдержать насмешки, лучше выдержать насмешки, но пост соблюсти. Если не хватит, и вы физически трудитесь, вы употребляете слово «бригада», и, наверное, это тяжело, то от чего-то откажитесь. Можно отказаться, допустим, в среды и пятницы и в Страстную Седмицу, и попаститься в Страстную Седмицу по-настоящему. Я думаю, что плодов и даров Божьих вы получите значительно больше, чем потеряете от того, что вы в эти дни не будете есть скоромного. Потому что все-таки радостно встречать Пасху получается в основном у тех, кто хоть как-то пост соблюдал. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...